Россия простилась с героем. Накануне в Москве проводили в последний путь погибшего от руки террориста посла Российской Федерации Андрея Геннадьевича Карлова. Чин отпевания в главном храме страны совершил Святейший Патриарх Московский в Сиарусе Кирилл. А накануне православная молодежь в столице провела массовую акцию памяти убитого в Турции посла. Рассказывает Эльвира Гордеева. По благословению Святейшего Патриарха молодежный актив Московской епархии и движение «Православные добровольцы» через соцсети пригласили всех желающих присоединиться к поминальной акции. И по зову сердца люди пришли сюда, чтобы вожечь лампадки и помянуть в молитвах новопредставленного раба Божия Андрея. Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Андрей Геннадьевич Карлов был убит в результате теракта 19 декабря во время открытия выставки в Анкаре. Очередная провокация, очередной удар нанесли наши враги по верным сынам Отечества Русского. Я посчитал нужным почтить память героя нашего времени, по выставке слова Андрея Геннадьевича Карлова, поэтому я сегодня здесь. Участникам акции православные добровольцы раздали лампадки и гвоздики. Во время минуты молчания с угубой молитвой они и спросили милости Божией почившему воину Христову Андрею. Для человека, который уже оставил наш мир, нет ничего важнее для того, чтобы только получить терзновение от Бога. А для нас это самое главное. Мы кто? Мы православная и равнодушная молодежь. Чем мы можем помочь ему? Молитвой и поддержкой ближним. Давайте это сделаем. Из 250 зажженных лампад на порожках Храма Христа Спасителя участниками акции был выложен православный крест. В течение суток православные добровольцы дежурили у образа святого распятия, поддерживая огонь. А в четверг в Храме Христа Спасителя прошло отпевание. Гроб с телом покойного Андрея Карлова, накрытый российским триколором, торжественно внесли в центр собора. Святейший патриарх Кирилл перед началом богослужения обратился со словами соболезнования к супруге почившего, родным и близким, ко всем собравшимся. Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту. Таких совсем немного. Он будет среди этих героев навсегда. Пусть наши молитвы будут о нем не только в этот день, когда мы прощаемся с ним и провожаем его в последний путь. Но пусть молитвенная память о нем сохранится на долгие-надолгие годы. В сослужении архипастори и пастырей Московской епархии предстоятель Русской Церкви возглавил прощальное богослужение. Пусть молитвенная память о нем сохранится на долгие-надолгие годы. По завершении отпевания Андрей Геннадьевич Карлов был погребен с воинскими почестями на Химкинском кладбище столицы.